Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. С тех пор, как первый неандерталец забил своего первого мамонта, перед человечеством стала проблема, как сохранить мясо. Потому что даже при очень хорошем аппетите сажать целого мамонта за раз достаточно сложно. С тех пор и тянется эта история. Соление, копчение, заморозка. По большому счету рецептура отличается не сильно. Ну, к примеру, если взять настоящую пармскую ветчину, испанский хамон сыровяленый и, к примеру, хорватский паршют, то вы разницы по большому счету не заметите. Это, если говорить о рядовом продукте. Конечно, в премиум сегменте ситуация совершенно другая. Ну, к примеру, один из самых дорогих испанских хамонов, торговая марка Синько Хотас, 5 звездочек называется, по вкусу от остальных хамонов отличается очень сильно, потому что этих свиней, которые идут на хамон, в течение полутора лет откармливают исключительно желудями пробкового дуба и яблоками. Конечно, это сказывается на вкусе мяса. Так вот, на мой взгляд, заниматься домашним колбасированием стоит, если вы собираетесь готовить что-то, так сказать, по верхней планке. Ну, к примеру, на ветчину брать очень хорошую свинину, по меньшей мере, не сотню раз перемороженную. Вот тогда своими руками вы сможете приготовить действительно премиум продукт. Итак, у нас сегодня в ролике пастрома по ГОСТ 18256. Что такое пастрома? Это деликатесное мясо, говядина. Регион Молдавия, Румыния, хотя если он до конца точным, то это еврейская диаспора этого региона является основным автором этого рецепта. Хотя корни самого рецепта лежат все-таки где-то в тюркоязычных странах. И да, несмотря на то, что я сказал, что это деликатес из говядины, но в Румынии очень часто его готовят из свинины. В Америку блюдо попало вместе с евреями и в Нью-Йорке, например, готовят пастрому практически исключительно из говядины. Но я возьму сегодня, скажем так, румынский вариант. Итак, отступление первое. Вот такая свиная шейка у меня пошла в дело. Нужно взять очень большой и очень острый нож и распластовать мясо на куски толщиной примерно в 2-3 сантиметра. Ну и надо дополнительно подровнять куски. А вот это вот может пойти на фарш или еще куда-нибудь. На премиум продукт должен быть ровным, аккуратным. Всего получилось сырья 2386 граммов. Я тут скачал на телефон удобную программку для расчета рассола. Ссылку для любопытных повешу в описании. Значит, сырья у меня 2386 граммов. Рассол у меня нужно 50% от веса мяса. Концентрация нитрита натрия в рассоле 0,03%. Соль нитритная у меня содержит 0,5% нитрита. Итого воды мне нужно чуть больше литра. Нитритной соли 72 грамма и поваренной 94. Отмеряю поваренную. Отмеряю нитритную. Теперь кипяченую прохладную воду. Смешиваем. Мясо переложу в пакеты для удобства. И залью рассолом. Вот так оно все и было. И в этом рассоле мясо пролежало трое суток в холодильнике при температуре 2-4 градуса. Вот так оно сейчас выглядит. Я его час назад вытащил из рассола и дал подсохнуть. А теперь совсем все просто. Надо приготовить смесь чеснока и мелко измельченного черного перца для натирания. Чеснок сначала порублю. А затем в ступке его разобью вместе с перцем тщательно. В кашу все. Натираю все этой смесью. Как следует. Со всех сторон. Остается обвязать и закоптить. Коптить по этому госту надо при температуре дыма 80-85 градусов 3-5 часов. Я буду это делать при помощи своей коптильни. При помощи пассивного дымогенератора. Изготовление этой коптильни можете посмотреть в отдельном ролике. Вот в левый угол экрана мышкой тык и все. Вот и готово. Вчера прокоптилось все. Затем я вывесил проветриваться на ночь. Утром убрал в холодильник. И вот сейчас пора пробовать. Так, ну-ка, какое здесь мяско. О, какое мяско. О, какая классная штучка. Просто прелесть. Так, ну и попробую я вот этот шмоточек. Что касается запаха. Ну, пахнет копченостью. Легкий запах чеснока. Мне бы, наверное, хотелось даже побольше чеснока. Не так, как по госту положено. Побольше бы я бы, наверное, положил. Ну, сейчас скажу. И перец тоже. Персонально тоже, наверное, можно больше. А может быть, нет. Нет, чеснока больше не надо. Чеснока все отлично. А вот перца можно было побольше. Я люблю острое. Это было бы классно просто. Слушайте, отлично декотес. Он немножко более солоноват, чем мне нравится. Но учитывая, что такое мясо заготавливается так, чтобы хранилось долго. Относительно долго. Но это количество соли оправдано. Но я хочу сказать, что даже в этом мясе соли, ну, наверное, раза в полтора меньше, чем в тех ветчинах, которые продаются в наших супермаркетах. Просто отлично. На завтрак такую по-строму. Просто песня. И не переживайте за чеснок. Я думаю, что такой, который подкоптился, прочее, он не испортит ваше дыхание. Так что готовьте. Это классно. Но перца побольше. Перца побольше. Это будет просто вот, просто ураган. И, наверное, натирать сверху можно достаточно крупным дроблемым перцем. Это будет здорово. Да, именно так. Подводя итог. Такую по-строму готовить надо. Следующая по-строму у меня будет из говядины. Быть может, не копченая, либо малокопченая. Я еще посмотрю, подумаю, что можно найти, какие рецепты, и приготовлю. Я вам тоже обязательно покажу. Так что готовьте и наслаждайтесь. Напоминаю, промокод ФРЕСКО позволит вам сэкономить. Нажись Амуро Форево. Спасибо за компанию. Всем пока. Блин, классно как, да? Так что сказка.